Привет, друзья! Стартовал новый ранний доступ, теперь у нас польский ПТ, и давайте же начнем с шестого уровня. Выполнил я эту первую задачу, точнее цепочку задач, сразу открылась пятерка-шестерка, и я решил все-таки начать с шестерки. Пятерка, по сути-то, никому, наверное, будет не нужна, а вот уже с шестого уровня начинается кое-какой геймплей. Давайте быстренько посмотрим на бронирование, потому как у шестого уровня оно реально есть. Смотри, у него нижний и верхний лист, такой вот прям закругленный, и броня у нижнего листа в некоторых местах достигает 184 мм, а это для шестого уровня очень даже много. В самом вот центре этого нижнего листа 170, это тоже довольно-таки хорошо. В ЛД-шка 162, тут тоже все хорошо, неплохо, рубка бронирована, видишь как 200, тут 175 и тому подобные миллиметры. За маской идет тоже какое-то подобие еще одной маски, и тут 178-200 мм. И сама рубка, вот эти вот щеки, по 190 мм слева и справа. А сами понимаете, для шестого уровня это хорошая броня-солба. Борт, само собой, картонный, 61 мм, и его лучше, конечно, противнику не подставлять. Эта ПТ-шка хорошо может вытанковывать свои уровни ниже себя по уровню, но вот уже с семерками и, конечно же, с восьмерками начинаются кое-какие проблемы. И еще немаловажный фактор, на шестом уровне имеются такие танки, как ОИ и КВ-2. Эти ребята заряжают ББ-шки, то бишь голдовые, и, по-моему, кумулятив, если я не ошибаюсь, голдовые, у КВ-2 ББ-шка. И они уже могут вот прям в ЛД-шку, вот в такую часть они пробивать, потому как они высокие, и когда они на вас выезжают, они видят эту зону, и она для них уже будет зеленая. Потому как, если они смотрят вот так вот, то, сами видите, броня для них уже нивелируется. Но вот фугасы у них не пробивают данную ВЗ-шку в лобовую проекцию. Из оборудования я поставил досол, вентилятор и турбину. Смотри, можно за место турбины поставить закалку? Можно, можно, потому как она вверху списка выступает в роли такой штурмовой ПТ-шки. Потому как, я еще раз говорю, броня есть, и поэтому ей можно танковать. Но я решил просто заточить ее под орудие, потому как это баланс, ребят. У нас есть хорошая броня, но пушка у нас, я бы сказал, не очень. Смотри, 240 урона, 175 пробития. Хорошее пробитие? Да пойдет. У многих ПТ-шек оно больше, либо такое же самое. Но вот альфа плачевная, потому как у нас еще и 0.33 разброс, и 2.2 время сведения. При этом у нас отсутствует вообще какая-либо стабилизация. Но все-таки это ПТ-шка шестого уровня. Перезарядка вроде как хорошая, 6.5. УВН хорошие, УГН по 10 градусов влево и вправо. Это уже все привычно. 15.4 удельная мощность двигателя, 34 вперед и 16 назад. Незаметность хорошая, по сути. Но она, я еще раз говорю, вверху списка штурмовая ПТ. Ну а ниже, конечно же, будем мы стоять в кустике. Обзор 358 метров. По сути, тоже такой же самый, как и у большинства. Светить себе, скорее всего, мы не можем. В большинстве случаев. Полевой, конечно же, здесь нету, потому что она закрыта. Семерка еще пока недоступна. Экипаж новенький. Только посадил его, когда я его выкупил вчера эту ПТ-шку. И так прокачан он слабенько. Есть только боевое братство. И ремонт качается. Все-таки ремонт, я бы так бы сказал, у этой ПТ-шки в приоритете над маскировкой. Потому как к маскировке мы можем поставить инструкцию. Но все-таки немного она добавляет к маскировке этой ПТ-шки. А потом уже можно и маскировку прокачать третьим перком. Так, короче. Вроде как тут все рассказано, показано. Ничего больше-то здесь не скажешь. Поехали уже в рандом и так долго сиджу в ангаре. Смотри, вроде как бой и в топе списка, да? Ну, город, как ни крути. Опять же, КВ-2 есть. Но я все равно попробую все-таки поехать и поиграть именно агрессивно. Ну, видишь, по сути-то, вот с турбиной и мобильность-то, ну, не самая лучшая. Как ни крути. Ну, могли бы, знаешь, и попасть бы по нему. Засветился, да? Засветонился. КВ-2. Ну, ну, как я его не пробиваю-то в борт? Уже бы он был бы шотный, и было бы гораздо проще. Так, нормально, КВ-2 танканул. Вазик, по идее, не должен меня пробивать. Круто. Вот и ладненько, что он тоже мне не пробил. Видишь, говорю же, в топе списка можно на ней ехать именно агрессировать. КВ-2, если не на ББ, то он не пробивает. Что-то на кумулятивах, да? Как ты сбил мне гуслю, чел? Я просто к нему прикоснулся, гуся такая. Ну, давай ты уже перезаряжайся. Нашел я, короче, куда поставить эту Бабу-Ягу, и прям не пожалел. Озвучка просто топовая. Я не знаю, это самая крутая озвучка из всех командиров, которых я ставил. Ну, реально, просто бомбезно. ВК, давай. Видишь, как она может именно в топе списка делать это ПТ? Ай-яй-яй, а носорог-то уже на Галдето пробивает. Давай мы не будем сильно. Ну, я бы и без вас бы тут справился, конечно. Я хантовые. Сушечку, сушечку надо. Пантера, отстань. Сведение очень долгое. Для такой альфы, ну, это капец вообще. Опять кот шалит. Опять кот шалит. Так. Хорошо. Давай сушечку еще. Покажите мне сушку, ребят. Давай-давай, Т-8. Ты можешь, я знаю. Она же где-то здесь стоит, да? Ну, давай-давай-давай-давай. Что, уехала? Да не может быть такого. Эту я не вижу. Вон она. Ай-яй-яй, она прям совсем в рельефе. Попробую поехать именно у сухаря вот этого найти. Пострелять в него. А, он тоже шотный. Не успел. Не. Да, блин, скирота. Мастер просто сорвался. Сорвался просто мастер. На ровном месте. Да ну, блин, ну пробей же ты. Ай. Капец. Можно было в этом бою взять мастера. Вот. Как ни крути, но можно было. Да, это мастер. Короче. Смотрите, друзья. Просто, да? Я и следующий чел. Даже тысячи не нанес. Размотал. Просто размотал. Приехал и уничтожил всю команду вражескую. Бой за боем. И смотри, три арты вообще. Две из них в топе списка. Седьмого уровня. Обалдеть. Конечно, шестой уровень прямо удивляет иногда. Обилием коричневости. Ну, сушечка, конечно же, мобильнее. Она успевает проехать. Ладночки. Тогда знаешь чё? Постоим здесь. Здесь, возможно, возможно, Павлик и Тайпик сейчас заедут на гору и что-нибудь подсветят. Но это не точно. Постреляем по чужому засвету. Малеха. Можно, конечно, поехать и упороться в сушку. Её через дамаг принять. И отправить в ангар. Но пока этого делать я не буду. А, там Хеллкат. Смотри, чё делает. Но он должен умирать. Просто умирать. Он очень быстро должен умирать. А может быть и нет. Нет. Скорее всего, умрёт Павлик. Гора. Отдано. Поймал лампочку. Сушка обнаружила. Ну, у нас плюс-минус одинаковый обзор. Слышь. Избушка, отдохни, мама. Да, ну, конечно. Ты чё себе позволяешь? Где-то же здесь, да, стоишь? Промазал. Промазал. Попал. Такие доспехи пробили. Два раза. Ну, слушай, горочку-то не отдают мои. Молодцы. Сейчас можно было и попасть. Всё. Проиграли всё-таки они гору. Мало было наших на горе всё-таки. Рано или поздно должно это было случиться. Попробую на прокат кидать. Но они будут по низу ехать. Да. Они поехали все по низу. А знаешь, что сделаю я в свою очередь? Я поеду их встречать. Ладно, М6 надо было всё-таки пострелять. Давай где-нибудь здесь постою. По контролю. Если они прям поедут по этой линии. Я не уверен, конечно, что они здесь именно поедут. Но вдруг. Чита. Ты ли это? Стоять. Чего у тебя с ремонтом, мужик? Отсутствует, да? Вот, билла, да. GBT не может справиться со... Смотри, что творит коричневый. GBT сейчас умрёт, скоро. Ешка, вот она. но если ты попал мы бы могли бы победить также сложно играть на пт без всего чё такое прости яхонтовы но не сегодня я думаю они сзади меня объезжают да танканул разочек ух ты а голдишку то нет не пробей пожалуйста хорош хорош сушка ну друзья тут уже как бы мои полномочия все лишили бабушку избушки блин старался как мог просто окружили ну прикольный бой все равно 2500 урона первая степень за поражение это сильно тут хотя бы хоть кто-то еще поиграл немного это уже радует поехали еще разочек слушай здесь вроде как и топ списка но наверное все таки нужно кони то попарить попридержать к в 2 имеется а это уже повод сильно не лезть я бы знаешь что сделал постоял бы наверное на углу этого здания сперва а потом бы поехал туда если что не знаю оправданно это будет не оправданно давай постою пока что вот как-нибудь вот так вот если что мало ли может кто-нибудь вылезет а никого не будет поеду на угол но видишь двер ты там они задолбают меня на этом угле углу не знаю как там стоять там прокидывается просто легко и непринужденно к в 2 поехал по дальнему да но все таки есть еще черчилль и м6 стрв стрв пока что далеко они уже могут здесь стоять просто мы их не видим все пока что красненькая видишь смотри чё это пт-шка именно против такой же пт-шки ничего не сделать борта черчилля конечно пробьется 300 как у тракториста такую альфу я еще не видел подожди как-то исчезла на рикошет прошел выдали попробую как-нибудь отсюда пробитие я 5 рикошет молодец танкует но она хорошо танкует тут уж как ни крути вот если бы сейчас пробил я бы уже борта забрала досада оп прокнуло пробитие ой ой м6 давай пока не буду сильно лезть такое чувство что здесь скорее всего тоже будет поражение и поэтому нужно настреливать ну так вылезать нельзя мужик отступи 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 молодец подтверждает так 34 к в 2 вылезает может меня обнаружить так давай знаешь чё отъеду и буду уже принимать вот этих вот ребят а там к в 2 блин и так и так не так надо этих пробовать убивать думал на гуслю поставлю а нифига подобного как будто бы даже и не кританул гуслю ну там павлок еще стоит фуловые возможно он сдержит да отвали слушай ты чё делаешь охреневший тип попробовать что-нибудь из к в 2 сделать вон он смотри фуловенький стоит отдыхает к в 2 свелся быстрее чем я виде в чем прикол отомстил малеха ну все слушай малеха даже подсветил и дал урон получил немного в ответ тут затащить можно это реально затащить только главное здесь не ошибаться прям сильно ошибаться он бландит сюда к в 2 нужно чтобы м 6 вылез под хэвика я по нему дал павлока забрали это плохо это очень печально все они посыпались там штоковый один там делает ладно хэвик я тебя бросаю и попробую этот фланг подержать но я его видимо недолго подержу ну ё-моё ты смотри чё творит коричневость ахиллес пробием на голде как не пробил Какие это успехи пробили? Ну, альфа, ну, пожалуйста, давай не будем. Все заколупает сейчас коричневый. Да, видишь, поражение. Ну, никак не вытащить. Старался как мог. Вот этот долбанный ахиллес. Обидные прям поражения. Прям реально обидные. 3200 урона дал, друзья. И опять, видишь, команда какая. Ну, как здесь вытащишь? Играл, играл. Ну, тут все у них, понимаешь, поиграли. А вот мои ребята. Вот у них арта 1100. Вот моя арта. Логичный итог. Постою, наверное, просто здесь пока. Седьмой уровень. Все равно, как ни крути. Штур Ремиль может просто буквально с одного выстрела забрать. Вдруг ЛТ-шка подсветится. Никого. Ну, это ожидаемо, конечно. Что здесь никого не будет. Попробовать где-нибудь здесь постоять. Где вот Ешка. А, ну вот он где. ЛТГ. Как всегда, не вовремя я съехал с места. Кто, интересно, победит? ЛТГ, либо СФССР? Да, мне кажется, ЛТГ. По-любому ЛТГ. Возможно, может быть, уехать вообще? Что-то такое чувство. Да, все. ЛТ-шка ваншотит арта. Одно дело у рта. И все. Надо сваливать. А сваливать эта ПТ-шка не умеет быстро. Хоть играю и с турбиной. Так, 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 так. Ну, что делать? Что делать-то? Поехать на захват базы, там подраться, попробовать. Главное, чтобы сейчас ДжБТ меня не пробил. Опля. Наводчика заколдовали. Наводчика заколдовали. Стеклянные. Не успел. Блин, ну я бы поехал, но нельзя. Я понимаю, что они в КД. Но ведь там, помимо этих двух, есть еще один ДжБТ. И плюс еще штур Ремиль. хорошо. Хорошо. Вот, видишь? Видишь, как оно делает? Уже, как говорится, рисковать не надо. Да ну, блин, ну, ну не надо этого было делать. Ну, ну, серьезно, не надо было. Для чего? И тут же Ро его тут же убивает. Ну, и нахрена такая победа мне нужна? Чтобы что? Чтобы сделать 470 урона и победить? Дело такое, конечно. Хеллкат всех переиграл. Да, урона нету. Есть подсвет. И больше ничего. Короче, из 4 боев, 2 из 4, 2 480 среднего урона. Пока что я на ней иду 2 580. Это хороший результат. Как для ПТ 6 уровня, лично для меня это прям серьезный, я бы сказал, результат. ПТшка на своем уровне довольно-таки занятная в плане своего бронирования. Вооружение у ней просто посредственное. Пушка как будто бы затычка. Пусть будет. Она не какая-то там супер имбовая, либо там супер плохая, просто средняя пушка. Это в угоду баланса для этой ПТшки. Все-таки броня есть броня. Они решили ее ослабить в виде вооружения, дать ей брони. Ну, я так понимаю, это у всей ветки так будет. Там вроде как и бурза это 8 уровня премиум. Она точно такая же бронированная. И с этой ПТшки именно и начинается вот эта вся история с броней, как я понял. Потому что на 5 уровне ее нету. Понравилась ли она мне? Да знаешь, вроде как плюс-минус ровненько я к ней отношусь. Поиграл вроде как, да и поиграл. Ничего там я такого в ней не нашел, чтобы говорить, она имба, либо там наоборот, она фуфло. Просто хорошая ПТшка. Я думаю, если вы будете эту ветку играть, то она скорее всего вам понравится. Если вы любите геймплей на 6 уровне, броня, все-таки она решает во многих случаях можно танкануть и лишние там 2-3 тычки дать успеть. Спасибо, друзья, за просмотр. Если понравилось, то жмите лайк, на канал подписывайтесь, комментарии тоже пишите. Добра и позитива. Покедова. Покедова.